Продолжение следует... И в результате, как и очень многие трейдеры, переживаю просадку. Ну, события на рынке известны всем. Это очередное от Трампа китайское обострение. На этот раз причиной стала корпорация Huawei. И, соответственно, вот весь тот комплекс, который возник, что сначала ее хотят внести в черный список. Американские компании говорят о том, что, скорее всего, перестанут осуществлять поставки для этой компании. Дальше идет цепочка туда и обратно. Одновременно лидер Китая посещает завод редкоземельных металлов, что воспринято как такой очень тонкий восточный китайский намек на возможное сокращение поставок редкоземельных металлов в США. Напомню, что Китай, по-моему, около 80% редкоземельных металлов в мире поставляет на мировые рынки. Ну и вот вся эта, что называется, песня. В результате в очередной раз рухнули индексы китайские, индексы американские. Очень лихорадят всю сферу финтеха. И в Европе тоже, как бы, ну, по крайней мере, подъем окончился. И наступил период, который, если говорить о более глобальных изменениях, тут бокового флета. А по состоянию на прошлую неделю даже определенного снижения. Что может быть дальше? Ну, сейчас, собственно, рассматривается вариант очередного потепления китайско-американского диалога. Я традиционно придерживаюсь именно этой версии, что это потепление вкупе с великолепной экономической статистикой, которая демонстрируется как в сфере макростатистики, так и по отчетности очень многих, прежде всего, американских корпораций. Вот вкупе с этим потеплением диалога, скорее всего, можно ожидать столь же резкий обратный подъем. Но, тем не менее, я лично свой трейдинг в мае считаю не очень удачным, потому что не смог предусмотреть просадки, связанные с обострением. И могу констатировать лишь одно, перефразируя классика, в который раз свое название «Поганый месяц оправдал». Ну, а теперь давайте о том, что нас ждет на следующей неделе. В понедельник день, мягко говоря, более чем спокойный, потому что два главных финансовых пространства, США и Англия, отдыхают. В Англии весенний банковский выходной день. Интересная, кстати, идея, надо нашим банкам напомнить об этом на скором съезде Ассоциации Банков России. Ну, а в США день памяти. Соответственно, очень скромная статистика. Я думаю, что в целом, несмотря на то, что рынки других стран работают, в принципе, это будет день стояния на месте. Хотя, если риторика вот по поводу американо-торговых отношений сохранится, то как раз это будет, скорее всего, день... Риторика, я имею в виду, позитивная. Тогда это будет день плавного подъема. Вторник, 28 мая. Очень бурный день. Правда, на достаточно традиционную статистику. И солирует в этот день Европа. Пойдет отчетность традиционная как в целом по еврозоне, так и очень много показателей по Германии, по Швейцарии, по Швеции и по ряду других европейских стран. Что вкупе, ну, создаст, скажем, определенные предпосылки для настроения на европейских рынках. И чисто настроенчески, скорее всего, повлияет на индексы. Соответственно, в Соединенных Штатах статистика достаточно обычная. Я не думаю, что она каким-то образом повлияет серьезно на рынок. Среда, 29 мая. В Японии выступает глава Банка Японии, Курода. И также продолжается такой выплеск макроэкономической европейской статистики. Четверг, 30 мая. На этот раз Европа отдыхает. День Вознесения Господня. То есть, соответственно, практически все рынки европейские будут стоять. Ну, а в Соединенных Штатах достаточно значимая традиционная четверговая статистика. Это число повторных заявок на пособие по безработице. Первичные заявки по безработице. Годовые данные по ВВП. И так далее, и так далее. И, конечно, важный еще и показатель. Это незавершенные сделки по продаже жилья. Которые традиционно являются таким достаточно чутким индикатором состояния настроений на американском рынке. Ну и пятница, 31 мая. Необычно для пятницы богатый день на статистику. Идет много корейской, японской, немножко китайской. Очень много европейской статистики. То есть, после этого выходного Европа просто выстрелит огромным количеством показателей. Каждый из которых не слишком значим для рынка. Но в совокупности, конечно же, это будет нечто. И традиционные американские показатели. Среди которых, я думаю, больше всего внимания стоит обратить на данные по рынку нефти. В целом, на этой неделе ожидается информация достаточно спокойная. Но пока мы, конечно же, не знаем всех выступлений. Мы знаем только о запланированных. О всех незапланированных выступлений, которые, несомненно, состоятся. Ну и напомню, что на портале Финверсия к услугам активных инвесторов и трейдеров экономический календарь, а также ежедневный ТВ выпуск новостей по финансовым рынкам. Будем рады, если наши новости и наши сервисы окажутся для вас и удобными, и приятными, что называется, и сердцу, и глазу. Еще один фактор, который явно определит в ближайшее время движение рынков. Еще один фактор, который явно определит в ближайшее время движение рынков, это заявление премьер-министра Британии Терезы Мэй о своей отставке с 7 июня. По иронии судьбы, 3 июня у нее встреча с Трампом. То есть, с точки зрения личного контакта, эта встреча уже будет чисто протокольной, потому что Трамп будет вести переговоры с премьером, который уходит. Другое дело, что новый премьер будет также от консервативной партии, так что политика продолжится. Ну а мы, инвесторы, с интересом будем следить, продолжится ли вот это бесконечное шоу вокруг дебатов по поводу сделки с Brexit, которая намечена ориентировочно на октябрь 2019 года. Так что по-прежнему британский фон остается информационно неопределенным. По-прежнему это как бы теоретический фактор некоторых движений, но мне кажется, все мы во всем мире настолько привыкли к вечному выходу Британии с Brexit, что особых изменений ни премьерства в Англии, ни в целом продолжение темы Brexit на рынке, скорее всего, не вызовет. Я полагаю, что в ближайшее время все-таки позитивный сценарий восторжествует, и нас может ждать либо значительный, либо, скажем так, очень значительный рост американских индексов. И по-прежнему все это зависит от тональности диалога вокруг торгового соглашения США и Китая. Я советую обратить внимание на интервью аналитика Сакса Банка Кристофера Демпика, которое опубликовано на нашем портале Финверсия. В этом интервью как раз Кристофер анализирует возможные сценарии, и по его мнению базовый и нейтральный сценарий, который, как он считает, отражает мнение многих инвесторов, это то, что торгового соглашения между США и Китаем вовсе не будет, а будет вот такой затяжной торговый диалог. О негативном сценарии он пишет как о сценарии, при котором уже вот центр внимания смещен соотношений между Вашингтоном и Пекином на отношения между Вашингтоном и Брюсселем. Аналитик Сакса Банка полагает, что Дональд Трамп уже несколько раз высказывался в адрес европейских стран с определенными торговыми претензиями, и что он может вот свою риторику перенести в эту сторону, и вплоть до, хотя бы теоретически, до санкций Соединенных Штатов против ряда стран Евросоюза, в связи с тем, что Соединенные Штаты считают торговый баланс между ними и рядом европейских стран несправедливым. Трудно, правда, понять, что такое справедливый торговый баланс, по мнению американцев, но, тем не менее, вот это и есть негативный сценарий. И вкупе с, ну, скажем так, не слишком мощным развитием в Европе это может создать предпосылки для рецессии. Я не согласен, что невозможен позитивный сценарий, при котором торговое соглашение все же будет подписано, но, мне кажется, процесс подготовки к нему займет, если не поллета, то, может быть, даже и больше. Поэтому сам процесс подготовки к торговому соглашению, если он будет проходить в каких-то, ну, таких позитивных тонах, я имею в виду информационный фон, то уже он и есть как бы позитивный сценарий. Но, в любом случае, я бы советовал всем инвесторам и трейдерам прочитать интервью Кристофера Дембика, потому что явно эти рассуждения, что называется, стоят того, чтобы о них знать. Еще хотелось бы обратить ваше внимание на блок известного российского биржевика Евгения Когана. Евгений Коган предполагает, правда, в своем стиле, очень осторожно предполагает, что на российском фондовом рынке проклюнулись такие намеки на длительное восходящее движение. Он анализирует ряд российских эмитентов и высказывает вот это самое предположение о возможном росте. Другое дело, что, на мой взгляд, стоит оговорить, что рост российского фондового рынка все-таки будет возможен только при реализации позитивных сценариев на мировых площадках, прежде всего на американской и, во вторую очередь, на европейской. Потому что лично я, случай, когда на МВБ что-то растет вопреки движению американских индексов в другую сторону, ну, я таких случаев могу, наверное, вспомнить и перечислить буквально по пальцам. Что касается моего трейдинга, то я спокойно, в смысле, с таком самовнушением, спокойно, сам себе говорю, спокойно переживая вот эту майскую просадку, мы по-прежнему находимся в очень значимом, в плюсе, в той части портфеля, которая торгуется на платформе социального трейдинга и тора. Мы вышли в легкий плюс с той частью портфеля, это моя своего рода разведрота, которая находится на платформе Форекс Финам. Здесь, наконец, мы позеленели и будем осторожно продвигаться вперед. И мы по-прежнему в стагнирующем минусе на платформе Финам Трейд. Но здесь моя вина, то, что все-таки там достаточно значимая часть этой части портфеля, часть части, находится в акциях Тесла, которые, как я уже говорил в одном из блогов назад, я окончательно разочаровался и, к сожалению, оказался, так скажем, негативно прав. Тесла продолжает, упала и продолжает валяться. И встанет ли она вообще не очень понятно. Что касается статистики закрытых сделок моего инвестпортфеля с начала 2019 года, то в настоящий момент прибыльных закрытых сделок 191, убыточных 3. К сожалению, сухим счетом идти дальше не удалось. И вслед за сделкой по меди, убыточной, все-таки стоп-лоссом закрылась последняя из трех сделок на покупку газа. После чего я борьбу прекратил и, похоже, был прав, потому что газ продолжает демонстрировать признаки дальнейшего снижения. Что касается моих копировщиков на платформе и Тора, то я рекомендую соблюдать спокойствие, не бросать в меня любимого по поводу просадки, потому что, к сожалению, такой момент есть, что копировщики приходят к тебе на пике и разочарованные уходят в просадки. А спокойно, хладнокровно пережить этот май, который... Ну, увы, традиционно май есть май, и тут ничего не попишешь. Я надеюсь, что уже в районе 5-го, 6-го, максимум 10-го июня будет понятно, насколько верны мои предположения и прогнозы относительно реализации позитивного сценария, который подполкнет, прежде всего, американские и частично европейские рынки вперед. В любом случае, май уже заканчивается. Желаю вам спокойно прожить его остатки, спокойно отнестись к своим потерям, если они у вас есть, и вступить в июнь, который по традиции обещает нам куда более позитивного на мировых финансовых рынках. Удачного трейдинга! Мы нуждаемся в ваших отзывах. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Пишите свои мнения и вопросы в комментариях. finversia.ru делает экономику понятной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова